На Псалом 3. Псалом Давида, когда он бежал от Авессалома, сына своего. Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня. Цари воздвигают победные статуи в честь военачальников, одержавших победу. Также начальники выставляют победоносные изображения и столбы в честь возниц и борцов и заставляют вещество надписью, как булстами, возвещать победу. Другие излагают похвалы победителям в книгах и письменах, желая показать, что в похвалах сами они сильнее тех, кого хвалят. Ораторы, живописцы, резчики-воятели, народы и начальники, города и селения удивляются победителям. Но никто не начертал изображения в честь бегущего и невоевавшего, как делает теперь Давид. Потому что говорится, псалом Давида, когда он бежал от Авессалома, сына своего. И когда беглецу достаивается похвал? Когда изгнанник заслуживает надписи? Беглецов ловят, письменно объявляя о них, а не прославляясь надписями. Но узнай, брат, причину такого надписания псалма и сохрани свою душу. Пусть это повествование послужит тебе к исправлению жизни. Пусть это гонение на праведника будет ограждением для ума твоего. Узнай, почему Давид был гоним Авессаломом, дабы тебе утвердившись на этом, как бы на основании созидать со страхом Божиим. Потому что как здание без оснований бывает непрочно, так и Писание, если не видишь цели его, не приносит пользы. Блаженный Давид в настоящем псалме имел цель научить добродетельной и целомудренной жизни, никогда не делать зла и не презирать законов Божиих, чтобы согрешивший не потерпел того же, что потерпел он сам. Давид бежал от сына своего, потому что удалился от чистоты. Бежал от сына, потому что нарушил целомудренное супружество. Бежал от сына, потому что убежал от закона Божия, который говорит, не убей, не прелюбодействуй. Исход 20.13 Он ввел в дом свой чужую Агницу, убив ее пастыря. И Агнис из собственного дома его стал бодать своего пастыря. Он внес войну в чужой дом, и из собственного дома его восстала против него война. Это не мое умствование, но изречение Божие. А где изъясняет Бог, там никто противоречить не может. А что действительно против Давида восстал сын его за то, что он убил Урию и взял жену его, а то он послушай Бога, который сказал Давиду через порока Нафана, «Я помазал тебя в царя над Израилем и избавил тебя от руки Саулова, и дал тебе все, господина твоего, дом Саулов и Юдин. И если мало тебе этого, то приложил бы еще к тому. Почему же ты презрел Господа, что сотворил лукавое предлесом моим? Урию хитияйно убил мечом, а жену его взял к себе в жену. И ныне не отступит меч от дома твоего вовек». 2 Царь 12, 7 «Ты рассек мечом чужой дом, а я приготовлю меч на тебя в твоем доме. Вот я воздвигнул у тебя злое из дому твоего, не откуда-нибудь извне, но из дому твоего». Откуда источник греха? Оттуда и бич наказания. Итак, «Потому он бежал от сына, что сделался беглецом и изгнанником по отношению к заповеди Божией». Псалом Давида, когда он бежал от Виссалома, сына своего. Лучше показать причину войны, чем повествовать о самой войне, дабы нам, увидев падение праведника, самим предостеречь себя от падения и избежать подобного наказания. Многие ведь и ныне ведут войну в домах своих. Один встречает войну от жены, другой осаждается сыном. Иной терпит неприятности от брата, иной от слуги. И каждый мучится, досадует, сражается, причиняет войну и поражается войною. Но никто не думает, рассуждая сам себе, что если бы он не посеял грехов, то не возросли бы в доме его терния и волчцы. Если бы не подложил искр греховных, то не воспоминался бы дом его. А что домашнее бедствие – суть плоды грехов, и что исполнителями наказания грешнику Бог назначает домашних его, об этом свидетельствует божественное писание, которого нет ничего достовернее. С тобой ведет войну жена. Приходит войн, встречает тебя, как дикий зверь, и заширяет язык свой, как меч, прискорбно, конечно, что помощница сделалась противницей. Однако, исследуй самого себя, не замышлял ли ты в юности чего-нибудь против какой-нибудь женщины? И вот оскорбление женщины отмщается женщиной, и чужую рану врачует собственная жена твоя. Хотя сама действующая не знает этого, но знает врач, Бог. Он действует на тебя ею, как железом. И как железо не знает того, что делает, а знает совершающий железом врачевание, врач. Так и здесь. Хотя жена поражающая, и муж поражаемый не знает причины поражения, но Бог, как врач, знает, что полезно. А что злая жена есть бить за грехи, об этом свидетельствует Божественное Писание. Оно говорит, что грешнику, мужу, дастся злая жена. В Сирах, 25 и 26 глава. Она дастся ему, как горькое лекарство, истребляющее греховные соки. От что и нападение от детей, и суть также наказания за грехи, тому свидетель Давид, гонимый сыном своим Авессаломом, за беззаконную связь, как показывают вышеприведенные слова. И что братья враждует против братьев, также за грехи, о том свидетельствует книга Сузии. Когда некоторые из колена Вениаминова соблудились наложницей путешественника, и она, не перенесшей безмерной обиды, умерла. Одиннадцать колен в начале войны против одного. Но так как одиннадцать колен отступили от Бога и прелюбодейно обратились к идолам, то все одиннадцать были побеждены одним коленом, и при том многократно были побеждаемы. Им одним. Между тем, как над ним одержали только одну победу. И братья воевали с братьями, потому что Бог за грехи их разрушал средостение греха. Судьи 19 и 20. Когда одно колено соблудило женщиною, а одиннадцать колен прелюбодейно обращались с идолами, то и те, и другие были истреблены Богом, как написано. Истреби всякого прелюбодействующего в тебе. Таким образом, братья воевали с братьями за грехи. Когда братья нападают на тебя, то не столько сетуй на них, сколько смотри на самого себя и тщательно исследуй, за какие грехи братья сделали с твоими врагами. Впрочем, не все за грехи терпят нападение от братьев, так Иосиф терпел нападение от братьев, но совсем не за грехи. И Иов подвергался наветам жены, но совсем не за грехи. У большинства людей домашние бывают врагами по причине грехов. Бывает, что и друзья за грехи обращаются во врагов, и прежде любившие начинают ненавидеть и отвращаться, потому что Бог попускает такую ненависть между ними по известным ему причинам. Так о египтянах написано в Псалме 104, превратил сердце их возненавидеть людей его. Псалом 104, 25. А Бог не попустил бы ненависть, если бы прежде любовь их не была порочную. Кому любовь служила к погибели, тому ненависть делается побуждением к добродетели. И рабы и подчиненные часто восставали на господ своих за грехи их. Так посмотри, когда Адам еще не согрешил, тогда и звери служили и подчинялись ему, и он нарисал имена им, как рабам своим. А когда он запятнал лицо своим грехом, тогда звери не узнали его, и из рабов сделали с его врагами. И как домашний пес служит тому, кто его кормит, боится и трепещет его, а если вдруг увидит его с лицом запачканным сажей или покрытым чужой маской, то бросается на него, как чужого, и покушается растерзать его. Так было и с Адамом. Да коли он сохранял чистым лицо свое, созданное по образу Божию, да то ли звери подчинялись ему, как рабы. А когда он запятнал лицо свое непослушанием, то они не узнали в нем господина и стали враждовать против него, как чужого. Таким образом, и восстание рабов бывает воздаянием за грехи. Праведен был Даниил, и львы признали владычество его, они видели его невкусившим греха и оставили непричастным наказание. Даниил 6.22 Согрешил солгавший пророк и встретил его лев на пути и умертвил. 3 царств 13.24 Он запятнал себя ложью, и лев не узнал его. Если бы лев увидел в нем пророка, подобного Даниилу, то почтил бы его. Но он нашел лжеб пророка, и потому напал на него, как на чужого. Владыка солгал, и раб отвергнул владычество его. На что я говорю о домашних бедствиях, если и самое тело наше, которое всего ближе и любезнее нам, если оно порой враждует против нас, когда мы согрешаем, отмщая нам горячками и другими болезнями и страданиями, если раболепствующее тело наказывает владычествующую душу, когда она согрешает, не потому, чтобы оно хотело этого, но потому, что делать так заповедано ему. Об этом свидетельствует Христос, который сказал исцеленному, расслабленному, вот ты здоров, не греши более, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Итак, узнав, братья, что войны от домашних, родных и рабов, и болезни телесные, большей части, бывает, за грехи, будем истреблять источник зол, грех. Когда не текут потоки страстей, тогда реки вод божьих веселят душу. Давид взял замужнюю жену, как чужое царство, ведь для всякого мужа единодушная жена есть царство, и не столько царь любит порфиру и диадему, сколько муж любит жену. Зато сын собственной жены его восстал на него, как тиран, намереваясь отнять царство у отца. Он взял насилием, и сам подвергся насилию. Согрешил тайно, и облегчен явно. Ранил себя в тайне, и при всех испытал на себе руку врача. По слову Божию, ты сотворил в тайне, и я же сотворю явно и перед солнцем сим. Второй царь 12.12. Впрочем, злоба Весолома не достигла цели, и справедливо. Дабы отца убийцы не приняли поступка его за правило отца убийства, но послужив как исполнитель наказания, он был сам убит, как осужденный. Как на зрелищах дикие звери на одних нападают, а других сами другими убиваются, так Авесолом, напавший на Давида, был убит Иавом. И на высоком дереве повис тот, который превозносился перед отцом. Удержан был растением тот, который восстал против корня. В ветвях запуталась ветвь, которая отломилась от отеческого расположения. Удержан был за голову тот, который домогался овладеть головой у родителя. Висел, как плод от растения, тот, который хотел истребить виновника естества своего. Поражен был в сердце и убит в то самое место, где замышлял убийство. Тогда можно было видеть удивительное зрелище. Едущий на лошаке, он был удержан густыми ветвями дерева за густые волосы. И ветви держали за волосы тирана, причиняя ему самому боль в том самом месте, на котором он хотел носить отеческую диадему. Можно было видеть, как Авесолом висел между небом и землей. «Небо не принимало его», потому что если оно отвергло первого возмутителя, дьявола, то как оно могло принять второго возмутителя? Земля отвращалась от него, не терпя сквернения от ног отца-убийцы. Потому что если она поглотила дофана, говорившего против Моисея, если развергла уста свои на того, кто развергла уста свои на зло, то как она могла снести ноги, устремившиеся против родителя? Итак, когда Авесолом висел высоко на дереве, подошел к нему военачальник Иав и вонзил три стрелы в сердце бессердечного. И таким образом поразил его в то самое место, где было вместилище беззакония. И когда тот висел высоко на дереве, Давид воспел ему прекрасную надгробную песнь. «Видел я нечиститься грозного, расширявшегося подобно многоветвистому дереву. Вот он прошел, ищу его и не нахожу». Псалом Давида. Когда он бежал от Авесолома сына своего. Он убегал от сына не потому, чтобы боялся, но потому, что опасался убить его. Он сам щадил его как сына. Но бывшие с ним не посчадили бы его как возмутителя. Вот почему Давид, будучи гоним сыном и поносим за него семеем, сам великодушно переносил все. Но так как многие соблазнялись о нем, особенно возмутившиеся вместе с Авесоломом, восстали против него как бы оставленным провидением. И говорили, «Ныне Давид оставлен, совершенно лишен всякой помощи. Ныне Бог отступил от него, как некогда от Саула. Как тогда он отступил от Саула и был с Давидом, так ныне отступил от Давида и обратился к Авесолому. Восстанем и нападем на него. Нет для него спасения в Боге». Так как они говорили такие речи, то Давид, скорбя более об этом, нежели о дерзком поступке сына, вопрошает Господи, «Как умножились враги мои, многие восстают на меня. Я сожжен искушениями, окружен потоками зол. На меня сошел дождь бедствий, пришли реки и врагов. Подули ветры злых духов и напали на дом мой, стараясь отлучить от тебя душу мою. Но утвержденный на камни веры я не падаю, а припадаю, чтобы узнать, Господи, как умножились враги мои, многие восстают на меня. Тот, который от меня против меня, но ты со мною. Против меня ведет войну моя утроба, мой народ следует за Весоломом, мое войско вооружается против меня, мои овцы сделали с волками, агнцы львами, ягнята бешеными собаками и овны бодливыми волами. Но я скорблю не о себе, а оплакиваю их погибель. Тебе, спасителю, воссылаю благодарность, потому что тебе подобает слава и держава ныне и пресно, и во веки веков. Аминь». Субтитры создавал DimaTorzok